Сенаторы вернули в Можлис проект закона о мирных собраниях. Депутаты предложили исключить некоторые пункты документа. Кроме того, в нем нашлись сотни лингвистических ошибок. Причем предложений для Можлисменов нашлось немало. Например, в случае, если участник мирного собрания приступит к закону, он больше не сможет участвовать в демонстрации, пока нарушение не будет устранено. А как это возможно, непонятно. Почему законопроект вернули на доработку в Нижнюю Палату Парламента, разбиралась моя коллега Упан Бегалина. Упан, добрый вечер. Упан, если не читать обсуждение митингов, интересная была повестка заседания Сената? Здравствуй, Марьян. Сегодняшнее пленарное заседание Сената было само по себе интересное, просто потому, что его впервые проводил новый спикер Маулен Ашимбаев. Лично мне было интересно понаблюдать, как пройдет работа пленарки. Стоит отметить, что Маулен Ашимбаев держался очень серьезно, сдержанно и дипломатично. Впрочем, все эти качества всегда были ему присущи. Повестка заседания началась с рассмотрения законопроекта о митингах. И здесь сенаторы ударили не в бровь, а в глаз. Документ решили вернуть обратно в Мажелис. Дело вот в чем. При рассмотрении законопроекта сенаторы выявили немало шероховатостей. Парламентарии решили исправить их и выступили с целым пакетом новых предложений. К примеру, по мнению сенаторов, количество специальных мест для проведения митингов в крупных городах и областных центрах должно составлять не менее трех. И проходить только в их центральных частях. Исключается норма о запрете ношения масок. То есть участникам митингов разрешат надевать маску. Эту норму ввели, аргументируя тем, что сложно идентифицировать демонстрантов. Напомню, что разработка закона о проведении мирных собраниях было прямым поручением главы государства. Впервые о том, что в стране необходимо разрешать проводить одиночные пикеты и демонстрации, Касым Жумар Токаев заявил в своем послании еще в сентябре прошлого года. Понятно, что документ имеет большую социальную направленность. Широкие обсуждения шли в обществе. Видимо, чтобы исключить ошибки, сенаторы решили отправить законопроект на доработку. И это не тот случай, когда горячее сырым не бывает. Предложено также сократить перечень отказов в проведении мирных собраний. Напомню, их было 13, сокращено до 10. Также поправка, внесенная депутатами Сената, сокращает перечень оснований для прекращения мирного собрания с 7 до 6. Стоит отметить, что разработка пакета поправок закона о митингах началась под руководством экс-министра информации и общественного развития Даурена Абаева. Я напомню, что сейчас на этом посту его сменила Аида Балаева. Кстати, сегодня она тоже была в числе новеньких. Между тем, спикер Сената Маулина Шимбаев поблагодарил депутатов за проделанную работу и обозначил исключительную работу в Верхней Палате парламента. Предложением главы государства при вашей поддержке я избран председателем Сената. Для меня это очень большая ответственность. Думаю, в будущем мы вместе будем проводить совместную слаженную работу во имя процветания нашей страны. Роль Сената в политической системе исключительная. Для их реализации мы совместно с Мажелисом, правительством, СМИ и представителями гражданского общества будем работать конструктивно. Интересно, что сегодня сенаторы обошлись без депутатских запросов. В целом же пленарное заседание длилось чуть больше часа. Марьям, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо, Улпан. Кстати, я...